Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, дамы и господа, приветствую вас в Армении на очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Для нас большая честь приседательствовать в этой важной международной организации и принимать у себя в стране главправительств дружественных государств, с которыми мы живем в одном интеграционном пространстве. Как неоднократно мне довелось отмечать, участие в Евразийском экономическом союзе является одним из приоритетных направлений деятельности нашего правительства. Мы стремимся к максимально продуктивному участию Армении в ЕАЭС, одновременно прилагая усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства. Уважаемые друзья, сегодня в Армении происходят коренные преобразования, затрагивающие практически все стороны жизни нашего общества. Правительство Армении осуществляет масштабные реформы, конечной целью которых является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона. За последний год нам удалось достичь ощутимых результатов в борьбе против коррупции, создании равных условий для всех хозяйствующих субъектов, укреплению независимости судебной власти. Нам удалось свести до минимума деятельность искусственных монополий и олигополий. Сегодня никто в Армении не может манипулировать своим политическим влиянием и рычагами воздействия для достижения экономических целей. Это, в свою очередь, оздоровило экономическую и политическую среду в стране и, не побоюсь сказать, моральный климат в обществе в целом. Действительные меры были приняты по сокращению теневой экономики. Ошуществляются коренные преобразования в системе налогообложения и налогового административного. Мы также осуществляем оптимизацию в системе государственного управления, направленную на повышение эффективности деятельности структур правительства. Все эти шаги направлены на создание необходимых условий для свободной реализации творческого, интеллектуального и делового потенциала наших граждан и формирования благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций. Сегодня Армения – это динамично развивающаяся страна, в которой характерны политическая стабильность и предсказуемость. В условиях парламентской формы правления повысится уровень отчетности правительства и прозрачности его деятельности. Наличем более эффективное функционирование системы стержек и противовесов. Все это происходит на фоне формирования в стране более зрелых институтов демократии и наличия гражданского общества и основных свобод. Наше правительство сегодня имеет высокую степень легитимности и беспрецедентный уровень общественного доверия. Этого письма обязывает, но одновременно и вдохновляет на смелые шаги и самоотверженную работу во благо нашего народа и страны. Уважаемые друзья, приоритеты деятельности нашего правительства всецело гармонируют с философией, заложенной в основы нашего Союза. Как следствие, участие в Союзе мы рассматриваем как один из инструментов достижения целей и задач нашего правительства и как один из факторов обеспечения экономического роста. Отрадно отметить, что наблюдается устойчивый рост товарооборота Армении со странами Союза. Удельный вес стран Евразийского экономического Союза в экспорте Армении в 2018 году достиг 28,5%. Экспорт в страны Союза вырос на 20%, а товарооборот в целом на более чем 11%. Армения в период своего председательства приложит все усилия для укрепления положительной динамики интеграции и поиска новых путей и механизмов сотрудничества. Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического Союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка. Нам видится необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учетом транзитных компонентов. Особый интерес представляет полноценная реализация цифровой повестки ЕАЭС одного из стратегических направлений нашего сотрудничества. В частности, считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых услуг, увеличению доли услуг в трансграничных товарах Союза и обеспечению баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров. Придаем особую важность диверсификации внешнеэкономических связей нашего Союза. Как не раз мною было отмечено, Армения готова предлагать все возможные усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле и поиске новых партнеров. Из других приоритетных направлений интеграции хотел бы отметить необходимость развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня доступности, обеспечения роста и устойчивости финансовых услуг и развития конкуренции на этом рынке. Немаловажным является также усовершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию прав и обязательств в гараж государств-членов, осуществляющих трудовую деятельность и вносящих свой вклад в развитие экономик наших стран. Считаем важным также полноценное использование потенциала внутреннего туризма в рамках Союза. Уважаемые друзья, в качестве председательствующей страны теперь хотел бы перейти к вопросам по вестке дня нашего заседания. Думаю, выражу общее мнение, что сегодняшнее обсуждение прошло в открытой и доверительной атмосфере. Из обсуждаемых вопросов хотел бы подчеркнуть важность проекта Евразийской сети. Мы этот вопрос скоро будем обсуждать. Думаю, что он будет способствовать увеличению темпов роста и объемов промышленного производства наших стран и позволит создать инструменты для углубления межгосударственных кооперационных связей. Важное значение имеет также совершенствование механизмов трансграничного информационного взаимодействия с надлежащим уровнем безопасности. Как нам видится, необходимо внедрение такого механизма трансграничного взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами исполнительной власти, при реализации которого представители бизнеса смогут применять национальные стандарты цифровых подписей, а соответствующий уполномочный орган будет обеспечивать авторизацию направляемого документа. Чрезвычайно важным считаем вопросы, направленные на устранение имеющихся на общем рынке барьеров и ограничений, а также на обеспечение необходимых предпосылок для введения бизнеса в условиях единых правил здоровой конкуренции и эффективного использования логистических и транспортно-коммуникационных возможностей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok